Добрый день, уважаемые зрители! Сейчас мы с вами поразмышляем, поговорим о том, насколько ценными оказались реальные союзы, как минимум, которые декларировались как реальные союзы. Настоящие, крепкие. И что такое реалполитика в современных условиях. О каких союзниках, я думаю, вы догадываетесь, я хотел бы вам сказать. Это западный мир. Только вчера американцы на летном поле в Шанхае перекупили маски. Защитные маски, предназначенные для Франции, для Берлина. Франция арестовала ИВЛ, идущие в другую страну. Соединенные Штаты, но, по сравнению с Европой, да, Соединенные Штаты Америки, они пошли вообще в разнос. Требуя с концерна TREM, чтобы поставки с завода в Сингапуре, которые, в общем-то, законтрактованы по Азии, шли напрямую в США. Не слушая даже то, что там село TREM, говорят, что у нас есть американские заводы, они работают на Америку. Это контракт. А контракт – это основа капитализма. Да, частная собственность, контракты, договорное право. Все полетело в тартарары. Союзнические отношения между странами внутри Евросоюза полетели туда же. Италия открыто говорит, что она не получила никакой помощи от так называемого централизованного Евросоюза. Централизованный Евросоюз до текущего дня, кроме бреда, не породил ничего. Какой-то бюрократический. Вчера глава Евросоюза, Сула, извинилась за то, что нет централизованной помощи. Ну и в этот же день, в общем-то, Германия завлокировала выпуск коронабондов. То есть общих долговых обязательств, которые бы разделили по Европе удар от коронавируса. В общем, то, что категорически не устраивает Италию. Италия неожиданно осознала, что ее хотят поставить в ту же позу, что и Грецию. И эта поза относится к откровенно извращенным формам секса. И очень это ему удивило, что самое интересное. То есть Греция пребывает в этой позе уже который год. Италия только неожиданно это обнаружила. Ну, вроде бы они там заблокировали. Конте отказался при последнем созвоне министров ЕС и глав и всех остальных людей, думающих, что они принимают какие-то решения действовать. Ну, по сути, интерес от Германии. Что очень странно, да, потому что, ну, изначально Евросоюз – это та самая, как известно, мечта о Четвертом Рейхе. Да, конечно, он серый и убогий. Но зато он получился и существует уже который год. В отличие от третьего, второго и первого. Правда в том, что система управления в Евросоюзе не обнаружилась. Союзнические отношения все полетели в тартарары. И тут вчера я встретил такую фразу у одного из авторов. Я не публицист, я IT и бизнес-архитектора. Ну, что-то вот такое мы с вами пытаемся обсуждать. Но фразу мне очень, вспомню, активировала части моих воспоминаний. Каждый сам за себя, один бог за всех. И тут я понял. Это же реал политик Макеавелли. Это же реал политик Макеавелли. Натурально. Это было, это 17-19 века. Дипломатия империи. Я у тебя кусок откушу, ты у меня кусок откушишь. Это все было. Все, что было, глобализм, демократию, общечеловеческие ценности, все полетело никуда. Всего этого больше нет. И любой, кто всерьез берется обсуждать такое, он либо лжец, либо глупец. Когда реально одна страна Евросоюза у другой страны вырывает аппарат искусственной вентиляции легких. Просто вот даже не изо рта, а вот из кармана. О, Турция вчера, оказывается, не выпустила самолет, который должен был в Испанию отвезти аппараты ИВЛ тоже. Может выпустят в итоге, не знаю. Но по факту они их остановили. В Америке уже Штаты начинают друг у друга вырывать медицинские приборы и средства защиты. Что? Все рассказы о глобализме почему-то сказали «бдыщ» и рассыпались тресками. Все рассказы о так называемых союзниках сказали «бдыщ» и рассыпались тресками. И вот в дивном новом мире, в котором мы сейчас с вами оказались, очень важным становится ценность слов. Так, как и было. То есть мы получим не неофеодализм, а неоимпериализм. Да. Если Россия говорит, что Сербия союзник, Россия помогает Сербию. Невзирая ни на что. Если Россия решает помочь США, Россия помогает США, невзирая на то, что это откровенный враг. Слово и дело не расходятся на уровне международной политики. А что касается этого откровенного флебустьерства, которое мы наблюдаем, ну кроме как «простите, пиратством» это называть уже невозможно. Причем, ах да, «прости», да, да, «государственное пиратство» называлось каперством. Надо открывать-то снова учебник по дипломатии тех времен и вспоминать, как там это все было. Каперство. Государственное пиратство, каперство. Ага, реквизиция. Класс, отлично, молодцы. Ну, надо уже, наверное, услугу оказывать. Сопровождение медицинских грузов. Российская военная авиация. Доводим из точки А в точку Б. Можно даже не сварить грузом. Ну, за денежку малую. Если вы считаете необходимым экономить, ну, экономить только, когда ваш арестует груз. Ну, значит, арестует. Как я говорил в прошлом видео, вопросы логистики, будь то логистика земная, либо небесная, становятся критичными. Вопросы независимости логистики от человеческих факторов. Вопросы, здесь мы с вами говорим уже о защищенности логистики. Мы сейчас не говорим о человеческом факторе, да, как в прошлом. Мы говорим о том, насколько ваша логистика защищена. Насколько вы, как страна, можете полагаться на надежность ваших логистических каналов. Доедет ли груз, который вы оплатили до вас? Или его реквизирует другая страна, ну, с какой-нибудь формулировкой. Во благо государства. Ну, старая такая формулировка, она существовала лет 200 назад еще. Во славу государю, во благо государства. Тут оказывается, что то, что в России слова с делом не расходятся, ну, как, например, в Сирии, становится большим серьезным плюсом. Но это уже реальная политика. Все, демократия, общечеловеческие ценности, ничего этого нет. Мы идем в поход за зипунами. Ну, или за развлечениями, да? Как стень каратин ходил в Персию. Кто зачем? Я вот думаю, как долго нам понадобится, чтобы старое доброе рабство вернулось. Конечно, в новом виде, с какими-нибудь фундаментально переосмысленными трудовыми договорами пожизненного найма, расторгнуть который можно, выплатив триллион долларов тому, с кем ты этот трудовой договор заключил, и какими-нибудь формулировками, а-ля, что материальный носитель принадлежит заказчику и что-то подобное. Это юристы разберутся. И в походы ходить будут за этими же делами. Я думаю, что все-таки рабство не обретет такой объем, потому что робототехника при любом расчете будет выгоднее, чем работорговля. И, пожалуй, видя текущую картину, я понимаю, что неспособность работорговли вернуться в старых объемах – это заслуга только, наверное, возможности робототехники, а не каких-то иных. Не сильно человечество-то и поменялось. Все эти крики о том, что оно поменялось, оно такое, как и было раньше. Мы с вами возвращаемся ментально в эпоху, наверное, с 17 по 19, 16 по 19 века. Это эпоха империи. Кто сильнее, кто-то прав. Оно вообще-то и 20-е, и 21-е было так же. Просто Соединенные Штаты Америки, они вложили очень много денег в агитацию и пропаганду, создав некую иллюзию общечеловеческих ценностей, некую иллюзию морального права, светочьей демократии и так далее, и тому подобное, и другой фигни. Вся эта фигня под ударами, ну, давайте скажем честно, не самой смертельной пандемией, да, пандемия – это объем. Ну, коронавирус по сравнению с черной оспой или чем-то подобным – это фигня. Ну, посмотрите, да, там с чумой, черной оспой. Коронавирус – это ерунда. Это действительно опасная инфекция, от нее умирает много людей, но по сравнению с известным человеку инфекциями, а-ля сибирская язва, эбола и так далее, коронавирус – это ерунда. Это ж правда. Это несомненная правда. Но картина стала прозрачной. Я даже не знаю, что к ней добавить, да ничего. Просто пришло время понимать и четко осознавать, где мы находимся. И каждому человеку взвесить, насколько я ценен, что я умею, что я знаю, что я делаю сегодня, что я буду делать завтра, насколько буду я ценен через три года. Да. Хотелось бы, конечно, вам рассказать о том, что все будет хорошо, и розовые пони будут летать по небу, но этого не будет. Совсем не будет. Можно открывать учебник истории и вспоминать, как это было раньше. Теперь это просто помножится на сети пятого-шестого поколения, робототехнику, вычислительные мощности, нейросети, информационные технологии, новые виды вооружений и так далее. Ну, то есть, все будет, что было раньше, весь этот ужас, он просто обременится. Станет больше, быстрее и масштабнее. Хорошо это или плохо. Ну, знаете, в реальной политике нет терминов «хорошо» или «плохо». В реальной политике есть термин «выгодно это государство» или «нет». Спасибо.